Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть первая. Глава четвёртая. Таких ниндзей за нунчаки да в музей. Барон Хираука. Кто не мчался на волшебном коне по лесным дорогам с водяным за спиной да с колобком в дорожной суме, тот, считай, не жил на свете, так думалось богатырю. Даже самодвижущиеся телеги, на которые он в своё время оставил далеко позади страшную дикую охоту, отстала бы от Налима. Быстрее его передвигался разве что Симеон Живая Нога, младший из семи братьев, известных своими причудливыми умениями. Но ведь и тот из чрезмерной скорости постоянно опаздывал на год и более. Лесное безлюдье кончилось, под копыта легла дорожная грязь, и полетела она из-под копыт во все стороны, что никак не могло понравиться людям из торговых обозов, тянувшимся на ярмарку. Но их проклятие и ругательство жихрь мог слышать не целиком, а только обрывками. «Ладно», — сказал он, придержав Налима. «Не стоит обижать народ, а то потом начнут к нам на ярмарке цепляться». «Хлюздишь, так и скажи», — подковырнул Мутилон, а потом смилостивился. «Так мы коня и правду до кипения доведём, и зайдёт паром, потом жди, когда он росой выпадет и снова в коня соберётся». «Меня так даже припекать начало». «Всядкому чуду полагается свой предел», — подтвердил из сумы Колобок. «Чудеса тоже не без закона живут, иначе что же получится?» «Молчи уж», — покоротил его богатырь. «Не могу молчать», — воскликнул Колобок. «Намолчался за годы и века. Во мне за время странствий столько слов накопило, и что надо бы сбросить, да всё некому было. Я и по учёным могу разговаривать, и по матушке, и по банджурски. Все языки понимаю. Умею посредничать на торгу, долю, зато беру небольшую по совести». «Вот как!» — склонился к нему жиха. «Так может, ты и гоня загонишь лукавому цыгану? Ведь он-то меня помнит». «Торговцы из вас обоих, как из пыли верёвка», — сказал Колобок. «Вам без меня никуда. Посудите сами, примчитесь туда и сразу в конный ряд. Всякий догадается, что вам коня сбагрить не втерпёж, и никто настоящую цену не даст. А въезжать в рынок надо неторопливо, с достоинством, дабы избежать потери проторий. «По вашим же мордам видно, что конь краденый». «Выиграл я его на честном кону», — оскорбился мутило. «Это ты торговой страже рассказывать будешь», — посоветовал Колобок. «Они в раз поверят». «Что, князю не поверят?» — ахнул житарь. «На торгу князей не бывает», — ответил Колобок. «Вам сперва надо бы там походить день-другой. Дорогие покупки делают, чтобы весь народ убедился. Продают коня люди серьёзные, надёжные, не теребень кабацкая. От вас же винища мразит, даже я пропитался словно бисквит какой. Коня же в нужный час следует выставить на аукцион». «Это что за зверь?» — спросили самозваные конеторговцы. «Это вот что за зверь. Ты выводишь коня и начинаешь рассказывать, что за порода такая, что за кровь, от каких родителей. Долго хвалишь, а потом кричишь, как в лесу. Ау, кто за коня три тысячи даст? Начальная цена три тысячи!» Найдётся первый охотник, заорёт. «Три тысячи, ещё сотня!» «Ты его примечаешь», — говоришь. «Ау, три тысячи сто раз, три тысячи сто два!» Кто-нибудь непременно пожелает товар перенять и выкрикнет «три тысячи двести!» «Пока не доаукаешься до настоящей цены!» «Поняли!» «Поняли!» — кивнул жихарь. «От за три тысячи двести и продадим!» — обрадовался Мутила. «Деньги хорошие, немалые. Только откуда нам знать, кто у Налима родителей и что за кровь? Да и какая в нём кровь? Одна вода!» «Вам не делами ворочать!» — вздохнул Колобок. Выпростил ручки и ухватился за края сумы и до половины вылез. «Вам ещё без штанов полагается 200 лет бегать и собак гонять!» «Странное дело. Из теста вылеплен я, а Микинные головы как раз у вас!» «Цену-то можно поднимать до тех пор, пока у покупателей деньги не кончатся!» «Да и то они обязательно взаймы и в долги полезут!» «Товар-то высшего разбору!» «Я, честно сказать, ещё ни разу не торговал!» — признался жихарь. «От в долги залезать!» — это было. «Правда, меня царь Соломон пытался учить!» «Нашёл учителя!» — скривился Колобок и плюнул. Колобочий плевок выглядел как мелкий сухарик. «Помнится, я твоему Соломону грошовое колечко за перстень мудрости выдал и продал!» «Снаружи нацарапал на колечке, всё проходит, а внутри и это тоже пройдёт!» «И прошло ведь за милую душу!» «Врёшь!» — сказал богатык. «Перстень был самый настоящий, я его вот в этих разомых руках держал!» «Конечно!» — сказал Колобок. После того случая кошелёк опроставший, начал царь над жизнью задумываться мозгами пошевеливать. Вот к нему и пришла мудрость. Так что всё правильно. «А зачем тебе деньги, — ехидно полюбопытствово умутило!» «У тебя ведь ни потребностей нет, ни кошелька!» «Так ведь деньги-то тоже я придумал!» — гордо сказал Колобок. До той поры люди жили обменом, или, как тогда выражались, по бартеру. «Ну, пришлось им помочь!» «Что же касается потребностей моих, то вам их понять не дано!» «Где же ты казну свою держишь?» — проникновенно, чтобы не спугнуть, — спросил водяник. «В самых разных местах!» — сказал Колобок. «В основном у цюрихских гномов. Они, конечно, жадные, но скрупулёзные. И не спрашивают, откуда деньги взялись. Если приплатить, конечно. Никто, кроме меня, получить тех денег не сможет. Так что, дяденька мокрый, не мылься! Самые лютые злодеи пытались у меня вызнать заветные слова, а я что? Простой плесневелой буханкой прикинусь, и всё!» «Вот что», — сказал богатырь. «Ты бы мне мешка четыре золота не занял под залог всего многоборья. Я не успею, дети отдадут, внуки, правнуки, прапра...» «Я лучше сделаю», — сказал Колобок. «Есть такая поговорка, что голодному надо не рыбу дать, а рыболовную снасть. То есть ты под моим руководством сам всему научишься». «Я князь, а не глупец!» «И не купец!» «Купец главнее», — сказал Колобок. «Только пока не все это поняли». Под такой разговор конь на лим перешёл на неспешный шаг, словно обычный конь на скачках. Стало видно, что приближается человеческое поселение. За годы Полилюева ярмарка обросла народом, который с этой ярмарки жил и кормился. Продавцам и покупателям надо было где-то ночевать, заключать сделки, пить могорыч. Да и за порядком нужно было кому-то следить. Многие князья предлагали в охрану своих дружинников тайна мысли завладеть всем торжищем, но Полилюй такие предложения неизменно отвергал, потихоньку набирая наёмных воинов, которым надоели кровопролитные битвы и неверная воинская удача. Набирал до тех пор, пока князья не убедились, что с ярмаркой лучше не связываться. Перевалило крепко за полдень. Но если следовать Колобковым наставлениям, сегодня с конскими барышниками затеваться не стоило. Завтра будет день. Да ведь и сегодняшний день надо было как-то прожить, а в кармане всего две полушки. Слезайте с коня, скомандовал Колобок. Ведите в поводу, хольте и лелеете на показ. Жихарь через плечо переглянулся с водяником. Тот вздохнул, признавая, что слаб против недавнего пленника в торговом деле. В самую грязь вздохнул богатырь и подчинился. Спешился ему тило, он грязи не боялся. Ну и сам выкатывайся, сказал Жихарь Колобку. С какой стати? Я нынче содержимый перемётной суммой. И запомните, нет теперь среди вас ни князей, ни водяных, а есть равноправные члены торгово-промышленного товарищества Колобок и сыновья. Какие мы тебя, сыновья, разом взревели от обиды человек и водяник. Ну, должны же мы как-то называться. Вот мы и будем товарищи, поскольку товар у нас общий. К тому же объявим, что мы с ограниченной ответственностью, то есть вообще ни за что не отвечаем. Мой товар-то булькнул мутила. Тогда сам и торгуй, козлёнка за два гроша. «Быстро ты нас обратал, горбушка катючая!» проворчал богатырь. «Гляди, люди-то добрые, уже с ярмарки идут!» Действительно, впереди, вдоль обочины, старательно обходя дорожную грязь, которая так и норовила распространиться пошире, двигались два рослых мужика, тащили на плече толстое короткое бревно. Бревно было какое-то странное и пёстрое. Вблизи бревно оказалось человеком, одетым в красный парчёвый кафтан. Штаны у него были короткие, ножки пухлые, лицо бритое, а голова венчалась с длинными кудрявыми волосами. «Это что, невольника несут?» нахмурился жихарь. В своём княжестве он никакой работорговли не допускал, хоть и терял на этом немало. Но мужики нисколько не походили на заморских купцов, охочих до здешних добрых девиц и красных молодцев. Обычные деревенские мужики, судя по платью, зажиточные, не привыкшие тратить деньги на что попало. «Невольников не носят», сказал Мутило, «невольники сами носилки таскают». «Здравствуйте, люди», сказал жихарь, поклонился не по-княжески. Клониться по-княжески он так и не научился, сколько бы не билась бедная Карина. Запутался во всяких четверть поклонах, поклонах в половорота и так далее. «Здорово, коль не шутишь», хмуро сказал старший из встречников. Отец и сын догадался жихарь. «Тоже грабить будете или по-хорошему разойдемся?» С этими словами он обернулся к младшему. Они сняли ношу и поставили ее столбом. Несомый застыл в этом положении. Волосы рассыпались у него по плечам и оказались чуть не до пояса. «А уже грабили?» обрадовался жихарь случайно вести справедливость. «Пробовали», важно сказал старший, снял войлочную шапку и начал ей обмахиваться от жары. «Сам кидал, пробовал, только ничего у него не вышло». «Покупка ему наш не по нраву пришлась», добавил младший и покосился на отца. Мол, поделали поту голос. «Что закидало?» насупил брови богатырь. «Скоро сам увидишь», заверил старший. «Он там всегда стоит. Стража его иногда гоняет, да ведь круглые сутки за ним не уследишь. Вот он и поджидает пеший лед, да и конных не пропускает. Поэтому мимо него лучше ходить целым обозом. На обозу он посягать боится». «Разбойник», уточнил мутила. «Тело у него на трех разбойников достанет. Немал человек отберет у прохожего казну или товара самого в колючие кусты, как кинет, пока из кустов выцарапываешься, кидал и след простыл». «Нас не кинет», заверил Жихарь. «А это что ли ваша покупка и есть? Кто таков? Кто велел людей продавать?» Мужик нахлобучил шапку на прежнее место. «Лишних людей нам не надо, нас самих девать некуда, а мы, молодец, старинное пророчество исполняем». «Какое такое пророчество?» вскинулся на всякий случай многоборский князь. «А вот жил в до древние года один провидец и стихотворец, очень любил мужика, заботился о нем, князей же всячески срамил и порочил, и сложил заклятие такое. «Эх, эх, придет ли времечко, приди, приди, желанное». «И пришло времечко-то?» «Да пока мест нет», досадливо сказал мужик. «Времечко придет желанное наше, когда мужик не блюхера и не вот этого облома, а совсем других с базара понесет. Как их? Имена какие-то чудные. Одно на белку похоже, другое на утку. Но еще, видно, не пора. Блюхера мы уже носили с базара, он еще потом врагом народа оказался, а вот с этим покуда не разобрались». Жихарь и Мутило внимательным образом оглядели мужицкое приобретение, и тогда колобок высунулся из сумы. Толстое лицо облома с пухлыми глазами ничего особенного не выражало, глаза были пустые и бесцветные. «Это кто же такой?» снова спросил Жихарь. «Да гляди лучше. Это ж милорд. Неужели не узнаешь?» «Какой милорд?» «Глупый. И какие же еще милорды бывают? Мы нарочно просили, чтобы поглупее выбрали». «Выбрали, что надо», похвалил Мутило. «У иного пескаря морда умнее бывает». «И какая же от него польза не унимался Жихарь?» «А такая, что все надо делать по порядку. Сперва блюхера с базара понести, потом милорды глупого, а уж после того придет желанное времечко, не раньше». «И что будет?» «Вот привязался», отсерчал мужик. «Сказано тебе, пророчество исполняем. Отцы наши так делали и деды, и пращуры. Каждый год, как проклятые, таскаем это добро с базара». «Да что с вами разговаривать, все равно не поймете». «Погоди». Жихарь даже ухватил мужика за рукав. «А что он умеет?» «Все, что глупому милорду положено. Ржаное вино пить, овсяную кашу лопать, в кости играть, спорить на денежный заклад, верхом кататься, девок портить, морями владычествовать, машину за машиной изобретать, чтоб работе помочь». «Ну, таков-то я и сам, милорд», сказал Жихарь. «А говорить-то он умеет». Мужик почесал шею. «Ну, поговори, коль хочешь, денег не возьмем, если речь его поймешь». «Говори, говори», зашептал мутила, обрадовавшись дармовщине. «Милорд», сказал Жихарь. «Милорд». «Кажется, знаю я, по-каковски с ним надо разговаривать. Не зря с Яртуром столько времени горе мыкали». «Милорд, «вонт ю, ай ту ю, один квещен задать. Хую ты такой есть и тыс». «Какие вы люди, грубые», посетовал мутила. «Первый раз видишь, милорд, и сразу такие гадостные словеса развел. Языки б вам всем повырывать». Известно, нечисть не терпит человеческих ругательств. Но милорд был такой глупый, что ни капельки не обиделся, улыбнулся и открыл рот. «У меня, джентльмен, всегда было доброе имя и нож острый, когда теперь всякий раз стоит мне перешагнуть порог дома, как то один, то другой настырный бихаимщик хватает меня за рукав. Вы не забыли о моем счете, сэр? За вами должок тысячи фунтов. Надеюсь, сэр, вы не заставитесь с ним долго ждать. А приятно мне, когда ростовщики обмениваются моими викселями в пивных и кофейных». Жихарь, худо-бедный язык, милорда, понимал. Про колобка и говорить нечего, одно слово, гомункул. Мутилы же, и мужики недоуменно глядели друг на друга, как бы ища поддержки. Разговор про долги до займа богатырю не понравился. Сразу вспомнилось, как закладывал кабачику невзору свою славу. Поэтому он попробовал повернуть беседу в другую сторону. «А наулию кинга вашего, который туми бразером приходится?» И получил достойный ответ. «Людям, особенно сангвинического темперамента, свойственно предаваться надеждам, и среди различных перемен в ходе общественных событий надежды эти редко не имеют под собой почвы. Даже в безысходных обстоятельствах, когда, казалось бы, нет никаких оснований на что-либо рассчитывать, они, тем не менее, склонны делать вид, будто не все еще потерянные и стараются заставить противника думать, что располагают неведомыми его ресурсами. Именно такую позицию заняли в последние месяцы те, кого, за неимением лучшего выражения, мне приходится называть членами поверженной партии. С момента ее падения упомянутые джентльмены тешат себя надеждами действительными и мнимыми. Когда убрали графа Сандерленда, они надеялись, что ее величество не пойдет ни дальнейшее изменение в составе кабинета и осмелились исказить ее слова, адресованные иноземным державам. Они надеялись, что не найдется человека, который осмелился бы предложить роспуск парламента. Когда же произошло и это, да к тому же еще и некоторые перемещения при дворе, они попытались нанести удар по государственным кредитам. «Хватит, хватит, стоп!» закричал Жикарь. «Айю, прокинга, Аскаю! Как хитом ливствует, здоров ли!» Милорд недоуменно прокашлялся и сказал, «Подданный далеко не всегда властен над поступками своих монархов и не всегда может спросить, каких людей те понимают, какие партии приближают к себе. Так пусть они не нарушают конституцию, пусть они правят по закону, чтобы тот, кто им служит, не был замешан ни в одном противозаконном действии, чтобы от него не требовали ничего несовместимого с правами и законами его страны». «Вот говорил я по-братьему, как станешь королем, так и начнешь не по правде жить», вздохнул Жикарь. «Не такой уж этот Милорд глупый, как может показаться». «Оставь его в покое», посоветовал Колобок. «Речи его вполне разумные, жаль только, что он не всегда подпечает в попад. Так уж их в ихнем парламенте учат. Поэтому Милорду гадать хорошо, разговаривать с ним толку нет». «Кто это у вас в суме?» спросил младший. «Вот такому же сопленосу, любопытному башку отрезали, а она все не унимается», сказал Мутило и подмигнул старшему. Старший кивком одобрил воспитательный ответ. Поблагодарили мужиков за предупреждение, пожелали доброй ночи, помогли взгромоздить Милорда на плечи. «Вы его мне берегите, кормите овсом и пудингом», посоветовал напоследок Жихарь. «Впереди ждала встреча с грозным кидалой». Поганить княжеский меч разбойничей кровью Жихарь не хотел, но и с подбитыми глазами гулять по ярмарке не собирался. Мало ли какой ценой достанется победа. «Хорошо бы подвернулся поблизости бочежок с вешней водой», сказал Мутило, размышлявший примерно о том же. «Тогда б я его в два счета утопил». «Не годится», ответил Жихарь. «Я ведь и сам разбойничий выкормыш. Сирота я, не баюканный, не люлюканный». «А ты поэтому почаще вслух говори», сказал Водяник. «Тогда будет у тебя такое родословие». «Твоя правда», согласился Жихарь. «Надо выломать дубину». Но выламывать дубину не достало времени. Из колючих кустов выполз предреченный кидалой и встал во весь немалый свой рост. Морда у него была щедро поцарапанная, одежда прерванная. Видно, не всегда получалось у него кидать прохожих людей в колючки. Временами и самого туда кидали. «Матки-матки, чей допрос? Смерть или живот?» предложил разбойник свой немудрящий выбор. «Живот, живот!» закричал Мутила и наступил Жихарю на ногу, чтобы не вмешивался. Богатырь покраснелся стыда, но спорить не стал. «Вот коня бери», предложил Мутила, ловко снимая с налима уздечку. «Видишь, какой конь? Хоть продать, хоть самому красоваться». «А с ума-то!» встревожился за третьего товарища Жихарь. «Не пропадет твоя с ума!» «Бери коня, не сомневайся, добрый человек, не прогадаешь! Только нас не трожь, оставь на икру!» Красавец налим так понравился пешему кидали, что злодей даже не стал тратить время на его хозяев. Разбежался и прыгнул коню на спину. Налим попереступал копытами по грязи, потом рванул в сторону от дороги. Разбойник от неожиданности завопил, но крик его перебил верещание увозимого колобка, а потом все звуки заглушил треск крестного бурелома. «У тебя поглоточку-то есть?» спросила мутила. «Пока нашего кругляка нет, а то разворчится, что, мол, пьяный не торговец». «Как не быть!» откликнулся Жихарь. «Я ж не лиходей себе!» Скляница была невелика, зато содержимое забористо. «Сам беломор делал!» выдохнул богатырь после глотка. Они еще посидели на травке, потолковали о том, сколько рыбы можно вылавливать в гремучем беру без ущерба для рыбьего поголовья, потом даже начали беспокоиться за налимые колобка, но беспокоились недолго. Водяной конь выломился из леса на дорогу, весь в обрывках разбойничьего платья. «Свиньевый севобрысый!» ругался из сумы колобок. «Да почему меня-то не вытащили? Я же говорил, все герои сволочи!» «Остынь!» сказал жихарь. «Сам подумай, начал бы я тебя на белый свет тягать, а кидал, а это увидел. Вдруг он умный и в раз бы догадался, что ты дороже всякого коня». С ума задергалась, колобок кивнул. «Точно!» сказал он. «Умный был, одних мозгов четыре лопаты, зато вы, каковы, злодея ухайдакали, а казну его не забрали. Ищи, теперь ищи ее в чащобе по монетке». «Нас же на ярмарку без денег не пустят, не говоря уж про торги. Надо вам в товариществе паю уменьшить». Жихарь и мутила заслуженно пригорюнились. «Колобочек», ласково сказал Водяной, «не может того быть, чтоб ты без гроша путешествовал». «Сам же говорил, ни кошелей, ни карманов», огрызнулся колобок. «Ладно, выручу вас на этот раз, но из Бурыша вычту. Придется денежку со счета снимать». С этими словами он у себя в сумме заерзался и закряхтел и кряхтел долго. Потом, наконец, высунул ручонку с пригоршней серебра. «Ваше счастье, что я без туловища, вот и пользуетесь», сказал он. «Но что бы лопаточки мне нашли, досмотрите у меня до торгов ни капелюшечки». «Само собой», сказал мутила, признавая его старшество. «Зелено вино ведь тоже на хлебе ставится, вот он и учуял», объяснил Колобкову догадливость богатырь. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ